Полезные советы пассажирам пригородных электричек Совет номер один Никогда не давайте в руки свои разовые билеты и транспортные карты кассирам-контролерам, или другим типа контролерам, в электричках И не прикладывайте к их приборам Делать этого, к вашему удивлению, пассажиры не обязаны В приказе Министерства транспорта Российской Федерации номер 473.50 говорится При посадке в поезд пригородного сообщения без указания мест пассажир в случае проведения контроля предъявляет проездной документ, билет Данный пункт приказа действует во всех пригородных пассажирских компаниях по всей России Исходя из этого пункта приказа, видно, что пассажир должен предъявить билет А что значит предъявить? Вы хоть раз об этом задумывались? Так вот, предъявить, означает показать Значит, пассажир должен показывать билет А где сказано про передачу в руки или самостоятельное прикладывание к приборам для проверки билетов? Правильно, нигде Такой обязанности у пассажира просто нет Значит, и делать этого не надо Просто из принципа И не играет роли, что некоторые типы билетов на глаз не проверить, была ли по ним оплата проезда, или нет Пассажиры этого делать просто не обязаны Совет номер 2 Не позволяйте одурачить себя, не позволяйте развести себя на переплату за билет в самом вагоне Согласно приказу Министерства транспорта РФ Федерации номер 473 пункт 59 Безбилетное физическое лицо, совершившее посадку в поезд пригородного сообщения в пункте отправления, в том числе на железнодорожной станции отправления, где отсутствует или не работают железнодорожные билетные кассы и, или, платежные терминалы Обязаны оплатить стоимость проезда от пункта отправления, в том числе железнодорожной станции отправления, до пункта назначения, в том числе до железнодорожной станции назначения, в вагоне, или после окончания поездки в пункте назначения, в том числе железнодорожной станции назначения При этом сбор за оказание услуги по оформлению проездного документа, билета, не взимается. Как видим, никакой сбор в вагоне не взимается. Но, некоторые кассиры любят превышать свои полномочия, и пойдут на все, лишь бы собрать выручку побольше. И если они себя так нагло ведут, вспоминаем, что в этом же 59-м пункте говорится, что оплата проезда производится в вагоне, или на станции назначения. Именно или, а не в случае отсутствия кассиров в электричке. Можно сослаться на этот нюанс, и отказаться от покупки у них билета вовсе. В таком случае, свою станцию отправления даже не надо им называть, чтобы те не проверяли, действительно ли там касса была закрыта. Просто заявляете, что едите от станции, где касса была закрыта, и будете платить при выходе, давай до свидания. Закон позволяет оплачивать проезд при выходе. Разумеется, попытки накидать лапшу вам на уши, или превышение полномочий со стороны кассиров, очень вероятны. Они часто любят сочинять несуществующие полномочия, и допускают нарушения со своей стороны почти постоянно. Совет номер три. При использовании советов номер один и номер два, и всех последующих, по возможности, снимайте все происходящее на видео. Видеозапись будет хорошим доказательством любых нарушений со стороны кассиров-контролеров, если те вдруг решат превысить свои полномочия. И будет хорошим обучающим примером для других людей, которые тоже могут захотеть начать изучать свои права. Любительская видеосъемка у нас в стране не запрещена. А выкладывание видео без согласия кассиров допускается в силу статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ, ибо данные видео носят общественный интерес. Вы так предупреждаете потенциальных пассажиров о конкретных кассирах-контролерах, способных на нарушения во время своей работы, и подаете обучающий пример другим людям, вот вам и общественный интерес. Совет номер 4. Всегда спрашивайте документы у кассиров-контролеров прежде, чем показывать им билет, ссылаться на свое право оплачивать проезд при выходе, или перед другими способами защиты своих прав и интересов. Наличие у вас камеры не является оправданием для отказа в предъявлении документов. Просто не надо снимать их документы. Лучше отвести камеру немного в сторону, и озвучить вслух их содержимое. А если засняли документы случайно, замажьте их на видео. Совет номер 5. Если на вашей станции отправления существует терминал для получения предварительного бесплатного талона, который потом типа надо предъявлять для покупки билета без переплаты за сбор, всегда берите с собой несколько талонов, даже если лично вам они вообще не нужны. А на станции назначения, раздавайте их бесплатно возле очереди в кассу за свободу, или у терминала для покупки таковых билетов. Почти всегда найдется тот, кому это будет очень полезно. Если никого нет, просто оставляйте их на самом терминале. Иногда, возможно, их можно будет отдать кому-то даже в самой электричке. Кстати, эти талоны не являются обязательными, если вы хотите сослаться на 59-й пункт приказа номер 473. Если едете от станции без кассы, и хотите оплатить проезд без сбора, или вообще при выходе, никакой талон на обязательной основе не требуется ни по одному закону. Совет номер 6. Кассиры-контролеры не вправе так или иначе применять силу к пассажирам как по своей должностной инструкции, так и по вышестоящим законам Российской Федерации. Они не вправе препятствовать силой выходу пассажира на любой станции, они не вправе препятствовать пассажиру передвигаться внутри электрички, они не вправе выталкивать пассажиров силой, и так далее. Если вас блокируют в вагоне, не давая выйти там, где вы хотите, это называется незаконное лишение свободы, ст. 127 Уголовного кодекса РФ. Применение силы в другом контексте, например, выталкивание из вагона, это превышение должностных полномочий, ст. 286 Уголовного кодекса РФ. И если они так смеют применять силу, можно применять силу в ответ для своей защиты, в соответствии с 14 статьей Гражданского кодекса РФ. Совет номер 7. Никогда не бегайте от кассиров по вагонам. Зачем вообще надо это делать? Кто бегает, выглядит жалким и трусливым. Особенно, когда несколько десятков человек бежит всего от одного-двух кассиров и одного охранника. А уж с учетом того, что есть немало вариантов, как их можно отшить более грамотно, советы номер 1 и 2, и что у них вообще нет права применять силу, бегство выглядит вообще унизительно. А самое главное, если одна часть пассажиров будет постоянно бегать, а другая, покорно будет протягивать билеты в руки всем подряд, кассиры-контролеры постоянно будут вести себя нагло, и всегда будут успешно превышать свои полномочия против одиноких пассажиров. Конечно, легко беспределить, когда одна часть пассажиров трусливо убежала, лишь продемонстрировав страх перед тобой, а другая, являясь покорными ватниками и обывателями, сразу протягивают свои билеты или деньги. А чуть что, встают на твою сторону, в силу своей тупости и незнания своих прав. Бегство – это не решение проблемы. Пока все бегают, кассиры-контролеры таки будут чувствовать, что им все всегда сойдет с рук, и будут выполнять свои нормы по сборам дань и любым способам, даже за рамками закона. Совет номер 8. Что делать, если попали на усиленную попытку проверки билетов? Ответ – ничего необычного не делать. От увеличения количества кассиров-контролеров в электричке их полномочия не меняются. Они все так же не вправе применять силу, они все так же обязаны проглотить и отстать в случае вашей заявы о том, что едите от станции без кассы, и будете платить при выходе. Они ведут себя более нагло только из-за того, что вы сами позволяете им это. Вы сами молчите, когда те кого-то пытаются насильно утащить в тамбур. Вы сами трусливо бегаете, и никогда никому не помогаете. А что будет, если весь вагон включит камеры, откажется убегать, и потребует отстать? А чуть что, так все будут защищать друг друга в прямом смысле. Пусть хоть по пять кассиров на каждый вагон, они все равно не смогут превысить свои полномочия. То есть главное, что всем надо усвоить, хватит бегать. Просто покажите это видео своим друзьям. До конца сегодняшнего дня среди ваших знакомых просто не должно остаться людей, которые не будут знать о том, как грамотно защищать свои права при проезде в электричках. И когда так подавляющее большинство пассажиров электричек будут грамотными, беспредел кассиров-контролеров сойдет на нет. Совет номер девять. Поймите простую истину, независимо от того, как вы попали на станцию электричек с турникетами, никакая охрана или турникеты не вправе вас удерживать на ней принудительно, или принуждать к оплате своей свободы. Лишать человека свободы может только суд, а уж никак не какие-то бесправные охранники. По конституции РФ у нас можно свободно перемещаться по территории страны. А станция электричек – тоже часть России, и на ней это право тоже действительно. И если вы хотите покинуть станцию, можете делать это свободно, никому ничего не доказывая. Это обычное общественное место, такое же как торговый центр или подъезд жилого дома, а не какой-то режимный объект. Если хотите, просто берите и уходите. А отказ тыкать билетом в турникет не является доказательством того, что вы ехали на электричке без оплаты проезда, и что вообще ехали на ней. У охраны нет права удерживать вас силой, и запихивать обратно на станцию. Подобные действия – это незаконное лишение свободы, и превышение должностных полномочий. И если те так распускают руки, можно применять силу в ответ, ибо это необходимо для самозащиты, для выхода за пределы станции, куда вас силой не пускают. Говоря проще, если охранник начинает толкаться и пытается запихивать вас на станцию, можно отпихивать его силой в ответ. Никогда не спрыгивайте на рельсы и не идите в обход турникетов. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, это большой риск для своей жизни. А самое главное, как и в случае с бегством от кассиров по вагонам, это не решает проблему беспредела со стороны охраны. ПС или спрыгивают и идут в обход, или покорно тыкают билетом в турникеты. Совет номер 10. Всегда помогайте друг другу как в электричках, так и при выходе со станции с турникетами. Используйте наши знания для защиты не только себя, но и других пассажиров. Если увидели, как кассиры-контролеры кого-то насильно удерживают в тамбуре, подойдите и помогите пассажиру отпихнуть их, чтобы они из-за их превышения полномочий не проехал свою станцию. Если пытаются выталкивать силой из вагона, помогите пассажиру остаться в нем, предложите количественную поддержку. А что касается выхода со станции турникетов, предлагайте свою количественную помощь для преодоления турникетов и для защиты от охраны. Охранники умеют только в несколько рыл запихивать назад одного человека. Вот так выглядят нормальные пригородные станции. Именно на такие станции мы любили в детстве приходить и посмотреть на поезда. Романтика железных дорог во всей красе. А вот так испоганите, а сквернить нашу любимую железную дорогу позволили мы сами, ибо покорно тыкаем билетами в турникеты, обходим турникеты по путям. Вместо принципиальной грамотной позиции с названием билет нужен для проезда, а не для выхода на свободу. Не хватает только колючей проволоки и огнестрельного оружия у охраны. Вседетское увлечение железной дорогость меняется раздражением и другим негативом. Подписывайтесь на канал, изучайте свои права, применяйте знания на практике. Только так можно сделать проезд в наших электричках более комфортным.